Северский район 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 75-летние образования Черноморского поселения были решены. Мира и добра, счастья, благополучия. Да здравствует поселок Черноморский! На торжественной церемонии наградили жителей, которые внесли вклад в развитие и процветание Черноморского. Многие помнят, как строился поселок и каким он был раньше. С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным. Люди, которые живут в нем, такие же добрые и неравнодушные. Многочисленные зрители с удовольствием смотрели праздничный концерт. Своими выступлениями порадовали творческие коллективы поселения. Уральские горы В этот торжественный день люди общались, улыбались и радовались встрече друг с другом. Станице Григорьевской исполнилось 154 года. Ее история началась в 1864 году, как военного укрепления. В 80-х годах 19 века укрепления преобразовали в Слободу Григорьевскую, а затем в село и уже в 1939 году в Станицу. Сегодня в Григорьевской проживает более 1 тысячи человек. В честь праздника в первый день осени, несмотря на погодные условия, жителей и гостей Станицы ожидала яркая программа из песен и поздравлений. Дорогие земляки, в этот праздничный день хочу пожелать вам здоровья, семейного счастья, экономической независимости, благополучия, успехов во всех начинаниях, мирного неба над головой, счастья нашему и будущему поколению. С праздником! Хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, добра, счастья, благополучия и удачи во всем. С праздником! На праздники не обошлось без награждения. Благодарственные письма из рук головы поселения получили те, кто внес неоценимый вклад в развитие Станицы Григорьевской. Вечер продолжился ярким концертом. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тысячи кусков хлеба, листья салата, лук, помидоры, сотни литров майонеза, горчица, соусы, разнообразные мясные продукты и еще десятки других ингредиентов. В Мехико приготовили самый длинный в Латинской Америке сэндвич. Его длина – 70 метров. В Мексике такие бутерброды называют торта. Как обычно, рекорд решили побить по случаю начала ежегодного фестиваля, посвященного этой традиционной закуске. «Мы достигли нашей цели. В течение 15 лет родители приходили сюда с детьми, а теперь их дети приходят со своими детьми. Это традиция, люди этого ждут». Фестиваль организовали, поскольку многие мексиканцы стали отказываться от торты в пользу популярных сетей фастфуда. Каждая секция мега-торты со своим уникальным вкусом. Рецепты предоставили местные шеф-повара, которые десятилетиями занимаются приготовлением закуски. «Очень необычно, очень вкусно. Приходите и попробуйте что-то необычное на этой ярмарке». «Очень интересно, как шеф-повар быстро выкладывает все ингредиенты. Это также очень вкусно». Рекорд по приготовлению самой длинной торты в Латинской Америке в Мехико устанавливают уже 15-й год подряд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова